МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый месяц на отечественные экраны выходит около 30 фильмов. И почти 80% из них – зарубежные картины. И как тут не заблудиться у многочисленных блокбастеров? В кинотеатре «Родина» решили пойти на зло рейтингом и подвинуть в расписании кинохиты. Показать что-то не для кассы, а для души. Здесь не боятся экспериментов. Смело отдают большой экран для больших проектов. Сначала в афише появились киноуроки. Каждый месяц приобщают школьников к искусству. Картины художников, как и кинокартины, выигрышно смотрятся на экране. Теперь опера и балет. Насколько это мощно, красиво. А вот звук – это просто… Находишься внутри. Внутри зала находишься. Объемный звук записан специально для кинотеатров. Внутри сидишь большого театра, либо Мариинки, если это балет, и ощущаешь всю полноту, музыкальную полноту этого шедевра. Будь то Безе, либо же Чайковский. Потрясающе. Вместе с обычными зрителями посмотреть оперу пришли особые посетители. Те, кто не может оплатить билет, и учащиеся интернатов. Для них вход свободный. У Кристины Мезенцевой проблемы со слухом, но этот сеанс она очень ждала. Жгучая цыганка Кармен топчет чувства окружающих ее мужчин. И только Хазе смог, пусть ненадолго, но приручить недоступную красавицу. Фатальные чувства. Вот он, эффект присутствия. Присутствие в зале Сиднейской оперы. По залу разливается гибкая сопрано и кристально чистый тенор, бархатный баритон и величавый бас. Непривычно для кинотеатра, но вряд ли музыку оперы сможет заглушить хруст попкорна. В зале царит полная тишина. Кино, пожалуй, самый массовый вид искусства. А поэтому с его помощью в эти самые массы можно и нужно нести культуру. Я сама очень часто хожу сюда смотреть фильмы и очень удивлена тем, что наряду с трейлерами показывают еще и ролики о культуре. 9 апреля зрителей ждет полное погружение в сказку. В формате 3D в родине можно будет увидеть балет «Щелкунчик». Юлия Комкина, Андрей Зарубин, Телеканал СЕЙМ.